Да, сегодня у нас 18+. Доктор Никита рассказывает про вещества. Это не является пропагандой, призывом к употреблению. Это просто информация о том, чтобы люди были осторожны. Все, что вы говорите здесь, точнее слышите здесь и видели на экране и так далее, услышите, увидите. Это надо проверить с имелищим врачом и не является призывом к действию. Как я и сказали, возвращаемся дальше. Биохакеры сдвинуты на том, чтобы прям выжать максимум из своего тела, стать сверху людьми и этот уровень держать. Для этого они используют разные техники, тоже подобные трекеры, анализы. Все они это смотрят. Это все в принципе я поощряю. Но они перегибают палку там, где они излишне стимулируют какие-то свойства организма. Например, что у нас из биохакинга у топ-менеджеров Москвы? Это кокаин, эмодофенил, он же риталин. Но это то, в чем в принципе эти люди стимулируются. Если бедненькие люди стимулируются кофе, кофеинчиком заливаются, то те, кто побогаче, больше в топе, тем, кому еще и больше нужно производительности, больше успевать, они стимулируются кофеином для богатых. Это кокаин. Кокаин и кофеин это в принципе одно и то же. Кокаин это запрещенный кофеин для богатых. Вот сто процентов такой же он действие имеет. Центральный симпатомий медик просто он интенсивнее, чем кофеин. Ну эффект от него такой же короткий, там по 30-40 минут. Также бодрит, стимулирует. Человек раз все понимает, активно все делает, бам-бам-бам, все дела в руках горят, все происходит. Потом снова падает это все. Если он есть еще людей, раз его еще принимают через нос, и вперед, вперед, вперед. Вот так вот. Идут вот такими волнами. Так же с кофе. Там 6, 10, 12 чашек в день это то же самое, что этот кокаин пока полностью не выдает. Вот проблема в том, что симпатомий медики центрального действия, как вот кофеин, да, кофеин и кокаин, они, так симпатомий медик, полностью просто раскрыть смысл. Да, симпатомий медик в том плане, что активирует симпатическую нервную систему, которая является активной для физической защиты, для контроля стресса, для борьбы за жизнь, ну, решение каких-то задач в том числе, да. Кофеин и кокаин дают допамин. Кофеин слабее, кокаин сильнее. Кофеин еще блокирует аденозиновые эти рецепторы, к ним не цепляется этот аденозин, и поэтому вы не чувствуете усталости. Вы все равно устаете. Так же с кокаином примерно. Вот такие много допамина. Это истощает свои запасы и этого и допамина, и симпата, этих меметиков остальных, которые являются адреналин, норадреналин. Это истощает. И после последней, так скажем, дозы кокаина или кофе у человека нету силы ничего делать по-настоящему. То есть у него он уже не может сам от своих, от своего организма получить нужный уровень, потому что все нейромедиаторы были слиты на эту активность, на этот избыток, на это излишество. Чтобы организму восстановиться, в любом случае, нужно время, чтобы наработать. Наработать обратно эти уровни, чтобы клетки снова между собой, этими нейромедиаторами общались и нейроны были активны. А так там будет симптом, конечно, отмены. Синдром отмены, то есть вывели вещество, что кокаин, что кофеин. Человек чувствуется какое-то время таким медленным, вялым, разбитым. Нет своей стимуляции. Со временем чувствительность рецепторов восстанавливается, нейроны приходят в себя, которые не сдохли от излишней стимуляции и все проходит. В этом плане кокаин не такой уж и опасный, на самом-то деле, по сравнению с другими. Он не опаснее алкоголя, раз. Он не опаснее никотина в реальности. И даже по зависимости, по привыканию, он не на первом, не втором, не на самых высоких местах. В первом месте героин, потом алкоголь идет. И вот где-то на третьем, четвертом, пятом, где-то там будет кокаин, но перед кокаином еще будет стоять марихуана. Вот и перед кокаином еще будут стоять эти, как они называются, производные, амфетаминовые производные. Вот амфетамин, потом что-то у нас еще, амфетамин, эфедрон. Вот они будут стоять перед кокаином. Кокаин после вместе с кофе. У них примерно одинаково. Видишь, просто если бы кокаин стоил, как кофе, и был так же доступен, вы бы не знали вообще про кофе. Да, но просто с кокаином такие дела, что он слишком протрезвляет людей, и что бы началось на улице, это полный ужас. Опять, это не призыв к действию, не рекомендация, но вы бы жили в другой стране, если бы люди вместо кофе использовали кокаин. Вот при этом кокаин в виде экстракта, да, используются листья коки, да, они его содержат, и чай пьют в Колумбии и в Гвинеи. Вот и нормально себя чувствуют. Вместо кофе пьют вот этот чай. Вот так же, как в кофе, им пьют чай, и ничего с ним плохого не происходит. А вот если выделять, конечно, синтетику, производить или из листьев этих добывать кокаин, а гидрохлорид, конечно, это уже более мощное вещество, более интенсивное по действию, особенно если это делать через дно. Вот что это такое. И Колумбия, если это Гвинеи, они предлагают, давайте экспортировать наши листья, экстракты. Потому что нормальный натурпродукт, такой бодрящий чаек, остальные что-то отказываются. Потому что сразу конкуренция будет, да, и кофе просто уйдет с рынка. Как недоразумение о нем забудут, если будет чай на листьях кофе. Это все про биохакинги рассказывают же. А у людей о биохакинге такое отношение. Так, надо из себя максимум все выжать, что всегда быть в топ-форме, всегда быть в движухе, как можно меньше отдыхать, меньше спать и быстрее восстанавливаться, быстрее все делать и так до конца жизни. Вот такое отношение людей к биохакингу. И начинается. Значит, люди достигают до уровня, там, руководителя, топ-менеджера, где надо все успевать, за всеми следить, раздавать поручения, не уставать при этом, быть способным работать ночью, быть конкурентоспособным, чтобы другие не сделали больше, чем ты. Вот тут приходит необходимость, а что-то надо сделать с телом, чтобы оно такую энергию давало. И люди начинают сразу юзать стимуляторы. Про стимулятор кокаин было сказано. Второй стимулятор более щадящего режима – это модафенил, риталин. В России это запрещенное вещество, опять же, это не пропаганда его употребления. В разных странах он используют для лечения синдрома дефицита внимания, там, аутизма и все еще. Может быть, каких-то кататонических состояний, но это я уже не в свою степь полез. Модафенил тоже на черном рынке можете найти, в интернете описание есть. Его используют для учебы, для работы в том числе, чтобы сконцентрироваться. То есть люди раз, сконцентрировались, пока действует модафенил, и делают свои дела. То есть это лекарство. Лекарство – это лекарство лицепроизводным от амфетамина. То есть жали амфетамин, отрубили у него зависимость, отрубили у него слишком сильную стимуляцию, отрубили истощение симпатоадреналовой системы, и получился модафенил, который при приеме в капсулах орально не вызывает зависимости. Вызывает зависимость, если через нос они это делают. А так это вещество для учебы, для работы, для экзамена, для конкуренции. И те, кто в топе, что-то юзают. Иначе там не справятся с этим, особенно если относиться к этому ответственно. В России это запрещенное вещество, в России сразу берут кокаин. Ну как бы запрещенное, но если хотите достать, вы найдете где-то достать. Я не знаю где-то достать, но черт возьми черный рынок вам что хочешь, тем более если в Москве. Любое лекарство можно добыть. Черными путями не призываю, все в таком роде. В России нету ни одного, наверное, зарегистрированного и одобренного вещества для лечения этого аутизма и дефицита внимания. Есть, правда, вот такой единственный маленький такой препарат. Маленький по силе и по доступности. Он называется атомоксетин. Это совсем уже, так скажем, обрезанный. Еще больше обрезанный модафенил. И он не на все рецепторы действует, на которые действует там модафенил. Еще более обрезанный. И нереально дорогой при этом. Там семь таблеток будет стоить вам тысяч на пять. Маленькой дозировки. То есть это вообще нереально как-то это лечить. А тут может быть конкуренция. Понимаете, модафенил конкурирует с атомоксетином. Атомоксетин слабее, дороже. И в некоторых странах просто лоббирует фармкомпании запрет одних средств и разрешение других. И вот там, так скажем, атомоксетиновая сторона воспользовалась лазейками в здравоохранении нашем в обороте нарковеществ. И указали, что лечебный риталин является производным амфетамина. А в России амфетамин в регистре запрещенных средств. А значит все вторичные производные амфетамина тоже являются внезаконными. Поэтому забаньте модафенил и оставьте наш атомоксетин на рынке. Вот так. Такая же ситуация случилась с бупропионом. Бупропион это антидепрессант, действующий на дофаминовые норадреналиновые нейроны. Лечит депрессию, тоже дефицит внимания. Очень эффективный препарат в Европе. На Западе он рабочая лошадка, на нем все выезжают. Отлично вообще. Качество, все хорошо. В России тоже внесен список запрещенных. Является производным амфетамина. Понятно. И поэтому нельзя. Зато есть это моксетин, который сгульки нос в нем. Вот столько эффекта. А что еще? Официальные данные. Где это у меня? Я вам сейчас покажу. Это все потому, что не хухры-мухры. Чтобы вы понимали, откуда я это беру. Сейчас я схожу за книжкой. Я сходил за Библией фармакологической. Вот пожалуйста. Основа психофармакологии от Стивена Шталя. Да, это действительно современная Библия фармакологии. Здесь у меня небольшие конспекты. И это позволяет многое узнать. И понимать, как работает мозг. Как на него можно действовать медикаментами. Как что дозировать. Уникальная вещь. У каждого врача, я считаю, должна быть. Даже если он не психиатр. Так. Сейчас я вам найду. Это конкретные слова. Мы найдем сейчас бупропион. Чтобы люди-то не думали, что я совсем дурачок-то, блин. Я это и не изголоверу. Бупропион, 339-я страница. Так. И чтобы вы в том числе понимали, в каком мире вы живете. В такой стране в том числе. Так. Ингибиторы обратного захвата норадренелина и дофамина. Бупропион. Так. Теперь мне нужно что-то тут найти. Надеюсь, это в этом справочнике. Так. Привыкание к бупропиону. Сейчас мы найдем. Ну и где эти цифры? Прокофий. Да, доктор Никита, где сравнивали бупропион и кофеин. Так. Не вешаем нос. Сейчас найдем. Так. Есть еще. Кофеин. 515. К чему у нас относится кофеин? Кофеин тоже написан. Представляете? То есть вы то, что каждый день пьете, это является вообще лекарством? Стихоактивным веществом? И вы все наркоманы тогда что ли, да? Кофеин это удивительный безрецептурный препарат, уходящий в состав многих напитков. Как же он действует? Изначально считалось, что кофеин ингибирует фермент фосфодисты разу. Однако в настоящее время исследователи приходят к выводу, что кофеин действует главным образом в качестве антагониста эндогенных нейромедиаторов, называемых пуринами. Наиболее важный из них аденозин. Да, он мне сказал, что кофеин блокирует его рецепторы. Передом действие осуществляется на пуриновых рецепторах. Некоторые пуриновые рецепторы функционально связаны с дофаминовыми рецепторами, таким образом, что при связывании аденозина с этим рецептором возникает антагонизм в отношении Д2 рецепторов. То есть кофеин вместо аденозина садится на пуриновые рецепторы, которые блокируют Д2 активность дофаминовую. И он не оказывает стимулирующего влияния. Наоборот, он блокирует все и аденозины не снижают вам дофамин. А дофамин продолжает двигаться. И вот тут сказано. Поэтому не удивительно, что присутствие кофеина антагониста аденозина костно стимулирует действие допамина. Потому что кофеин выключает тормоз допаминовый. Куриновый тормоз на допаминовых рецепторах. А что больше интересно, я хотел найти, почему-то это не здесь. Я так вас просто не отпущу без информации. Бупропион не вызывает развитие злоупотребления и не является лекарственным препаратом строгого учета. Это говорят про разные страны. Он обладает доказанной эффективностью при лечении никотиновой зависимости. Что связано с ингибированием дофаминовых транспортеров в полосатом теле приезжающем ядре. В степени достаточной для ослабления влечения. Но недостаточной для злоупотребления препаратом. А значит про сравнение с кофе. Я сейчас догадываюсь, где я должен это искать. Кофеин. О, все попались. То есть это не у шталя даже было. Это на банальной тупой википедии, которая считается не самым достоверным этим самым источником. Итак, два исследования на лекарственных наркоманах является полностью аферизмом. Показали, что субъективный эффект бупропиона заметно отличается от амфетамина. Здоровые добровольцы, обученные отличать амфетамин от плацебо. Обученные отличать амфетамин от плацебо. У людей работа, конечно. Опознавали как амфетамин. Бупропион 400 миллиграмм, что является высшей дозой, чем среднесуточная. В 20% случаев плацебо, в 10% случаев. И метилфенедат в 75% случаев. То есть метилфенедат, как более близкий родственник амфетамина, людям чаще кажется амфетамином, чем бупропион. Они также сообщали об ощущении настороженности, эмоционального подъема, энергичности и ускоренности, что соответствует общим стимулирующим свойствам бупропиона. В отличие от амфетамина, у испытываемых не было наркотического удовольствия, но в бупропионе не отмечено стремление к повторному приему препарату. Равнение бупропиона SR 150 миллиграмм и кофеина 178 миллиграмм показало, что кофеин имеет большую возможность до употребления, поскольку его употребление описывалось как доставляющее более высокое удовольствие, чем от бупропиона. Вот так вот. Это 180. Ссылка, да. Открываем DOI. Попадаем Subjective effect of slow release bupropion versus caffeine as determined in a quasi-naturalistic setting. Пожалуйста. То есть исследования тоже по этому поводу можно изучить. И это мы все. Сами продолжаем разговаривать про биохакинг. Я вам показал, что кофе больше вызывает зависимости, чем лечебный препарат, который легально повышает норадреналин и допамин у вас в этой постсинаптической щели. Вот. Это все можно подчеркнуть из науки. Вот банальный заход в Википедию. Оказывается, это не у штали. У штали, кстати, тоже. У штали же есть проценты. Сейчас мы с вами посмотрим. Проценты зависимости. Да, 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 да. Так. Реятельность развития зависимости после однократного приема психоактивного вещества. Таблица. Вы сейчас увидите сами. На паузу поставите. Прочтете. А я вам зачитаю это в реальности. Значит. Значит. На первом месте табак. 32%. На втором месте героин. 23%. А что значит? В 32 из 100 случаях, покурив табак, вы станете зависимы. Люди. Героин в 23 из 100 станет зависим с первого укола. Значит. Кокаин 17%. Алкоголь 15%. То есть они схожи. Психостимуляторы. Это, видимо, эти амфетаминовые, амфетаминоподобные. 11%. Анксиолитики. 9%. Это бензодизепины. Я думаю, у них на самом деле выше. Каннабис. 9%. Я думаю, тоже на самом деле выше. Анальгетики. 8%. Тромодол, наверное, и оксикантин. Ингалянты. 4%. Это бронходилататоры. Вот. И это все биохимия. Все это наука. Все это нейромедиаты. Все это известно. Спасибо за ваше внимание. Смотрите расширенную версию этой лекции на моем канале. Ссылка доступна в описании к этому видео. А также прямо сейчас у вас перед глазами в финальной заставке к этому ролику. Приятного и полезного вам изучения моего творчества.